На данный момент идет распайка платы. А уже готовый экземпляр позже отправляется на борт самолета. Валентина Авакумова пришла в профессию два года назад. В коллективе Ульяновского конструкторского бюро приборостроения заняла должность монтажника радиоэлектронной аппаратуры. Работа кропотливая, местами трудная, признается девушка. Однако это только закаляет характер и выступает стимулом для новых свершений. С детства любила заниматься всякими мелкими делами, бисером, листьей, всякой такой, ну не знаю, как-то само что-то пришло. С профессией Валентина определилась во время практики. Ее девушка проходила еще студентка Ульяновского многопрофильного техникума. Благодаря этому выпал шанс познакомиться с производством изнутри, испытать себя в разных компетенциях и принять решение о будущем трудоустройстве. В этом году аналогичный путь прошел Семенов Илья. Парень закончил учебу, получил диплом, а вместе с ним и заманчивое предложение от потенциального работодателя. Мы учили основы монтажа, основы ремонта, регулировки, а также мы изучали каждое устройство по отдельности. Это все нужно нам для того, чтобы мы могли пойти работать на любое предприятие, на любой завод. Я хочу попробовать пойти работать на УКПП, потому что это близко, доступно, там высокая зарплата и хороший коллектив. Это привлекает и других выпускников. В этом году многопрофильный техникум выпустил 80 ребят. Для работодателей молодые специалисты – это шаг к динамичному развитию, новым проектам и перспективным идеям. Привлечь кадры помогает программа «Профессионалитет». В регионе действует пять направлений федерального проекта. В этом году их начнут осваивать и на УКПП. Параллельно предприятие выстраивает коммуникацию с вузами и колледжами области. Сейчас потребность порядка 300 человек. Чтобы реализовать все поставленные перед нашим предприятием задачи до 2030 года, нам нужно порядка тысячи человек набрать. Поэтому мы всегда рады молодежи, ждем молодежь. И в год мы готовы принимать сейчас не менее 100 человек. Ставки делают и на подростков. Профориентация начинается со школьной скамьи. Вместе со студентами свои первые свидетельства получили и ученики 8-9 классов. Каждый из них освоил свою первую профессию на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки. Через него за все время работы прошли 105 будущих специалистов. Александра Никитина и Герман Баранов. Улл. Правда. ТВ.